Привет, я Оля Ключникова. 20 августа был ровно год с момента отравления Алексея Навального. Ровно год, как Кремль пытался устранить главного оппозиционного лидера страны за то, что тот выдвинул свою кандидатуру на выборы президента и подверг сомнению мантру пропагандистов. Кто, если не Путин? Ну нахер. Отец. После чего за Алексеем Навальным всюду стала ездить группа супершпионов-ФСБшников, которые за три года так и не смогли запомнить голос Навального. Максим Сергеевич? Да. Да-да-да. Извините, вопрос такой. А мне ничего, что мы с вами по обычному телефону... Мы ничего такого не обсуждали особенного. На зло Путину Навальный выжил после отравления. И затем множество стран призвали Россию к расследованию отравлений и возбуждению уголовного дела. Но Россия ничего уголовного во внезапной коме оппозиционного политика так и не увидела. Ну и что же тут криминального? Россия сегодня это страна, в которой все сферы деятельности развалены настолько, что даже специальная группа государственных убийц абсолютно бесполезна и вообще не справляется со своими обязанностями. Как и все, на что идут бюджетные деньги. Это минус. Но Навальный жив. Это плюс. Вот и отмазки в Кремле придумывают на том же халтурном уровне. Особенно обидно, когда ложь и жуть транслируют в Министерство иностранных дел, которое должно представлять Россию на международном уровне современной демократической страной. Вместо этого Сергей Лавров дружит с талибами, а МИД называет дело Навального спланированной западом провокацией. Недавно МИД России опубликовал на своем сайте заявление по случаю годовщины дела Навального. Стоп, о каком деле речь? Вроде ничего не было возбуждено. Или я что-то пропустила? И написано это заявление максимально агрессивным пропагандистским языком. Будто его писали Скобеев или Киселев. Вы осознайте, что мы, разумеется, не агрессоры. На десерт, опьяненные победой, украинские папуасы. Впрочем, и сам Навальный признает, что им движет ненависть. 20 августа исполняется год с момента экстренной госпитализации российского блогера Алексея Навального в Омске, происшествия возведенного целенаправленными усилиями группы западных государств до уровня международного инцидента, в рамках которого в адрес России были выдвинуты бездоказательные обвинения в применении на своей территории некого боевого отравляющего вещества. Напомню, что наши бездоказательные обвинения – это такие вот вопросы. Кто выкрал справку о низком критическом уровне Холининстераза из медкарты Навального? Где одежда Навального? Где записи с камер гостиницы, где останавливался Навальный? Где Константин Кудрявцев? Вы все это скрываете. Всем, кто пытается докопаться до правды, затыкаете рот. Любовь Соболь за попытку поговорить с одним из отравителей приговорили к году исправительных работ условно. Я сама отсидела 7 суток за то, что просто подошла к дому Константина Кудрявцева. При этом министром здравоохранения Омской области вдруг стал главврач больницы, где лечили Навального. Выглядит как награда за его молчание. И это еще не касаясь того, что есть данные о том, что ФСБшники всюду катались за Навальным. А вот и ваши объективные факты. Действия, предпринимающиеся в течение последних 12 месяцев властями ФРГ и их союзниками, четко указывают на то, что против нашей страны была осуществлена спланированная провокация, направленная на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ущерба ее национальным интересам. Дискредитацией Российской Федерации в глазах мировой общественности занимаетесь вы, покрывая и поддерживая как преступников в Кремле, так и за пределами России. Вот недавно в МИДе России заявили, что с талибами проще договориться, чем с официальным правительством Афганистана. Естественно, подобное притягивает подобное. С развитым миром Россия договориться не может, но с террористами запросто. Посол России в Афганистане назвал охраняющих посольства талибов адекватными мужиками, а лавров – вменяемыми людьми. Вменяемыми людьми – боевиков, которые убили женщину за отказ готовить еду, которые ходят по домам и насильно забирают 12-летних девочек в жены солдатам, которые расстреляли протестующих на мирные акции. Действительно, вменяемые адекватные методы, которым Путин наверняка завидует и подумывает взять на вооружение. Те же люди, что спокойно договариваются с талибами, внесли фон борьбы с коррупцией в список экстремистов, потому что, когда страной правит главный коррупционер, борьба с коррупцией – это экстремизм. Хотя сами они, конечно, в это не верят и просто продолжают удурманивать население, излюбленные сказкой про Запад, чтобы спокойно продолжать воровать. Пресс-службы стран НАТО с готовностью подхватывают информационные вбросы команды блогера, стремящиеся при подобной поддержке любыми способами удержать его фигуру в новостной повестке в Российской Федерации и за рубежом, для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела нашей страны, в том числе для оказания влияния на избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва 17-19 сентября 2021 года. Ого, они сделали специальное заявление МИД России только для того, чтобы написать, как им страшно за выборы в сентябре. Ну что ж, и правильно страшно. Обязательно участвуйте в умном голосовании, чтобы вынести из Госдумы невменяемую Единую Россию, которая видит борцов с коррупцией единственными врагами страны и при этом радостно улыбается террористам. Они уже настолько испугались, что Роскомнадзор написал письмо в Apple с требованием удалить из App Store приложение Навальный, в котором также можно будет узнать имена кандидатов от умного голосования. Мы очень надеемся, что Apple не пойдет на поводу у российских властей, потому что приложение существует совершенно законно. А вас мы призываем скачивать приложение как можно скорее. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и становитесь спонсорами. До встречи!